Привет, друзья, это Таран. Как вы уже поняли из названия, сегодня я распечатаю и покажу вам самый прекрасный штатив, который мне доводилось вообще видеть. Нет, я видел штативы там по 700 тысяч рублей, по миллиону рублей. Ну вот сейчас я стал обладателем именно прекраснейшего штатива, не за 700, не за миллион, сильно дешевле, но тем не менее это самая прекрасная и самая красивая вещь, которую я видел. Этим штативом мне довелось немножечко поработать, я его пощупал, покрутил вот эти вот карбоновые трубы, блин, и забегая вперед вам скажу, можете даже не ждать, наверное, видоса по его там практике эксплуатации или еще чего-то, я расскажу это все в этом видео. Посмотрите, здесь все итальянское, здесь все итальянское качество, дизайн, даже этот чертов ремень, которым он крепится к этому чехлу, он сделан с такой любовью, он сделан так по-итальянски, мама дорогая, дреспаччо мигуа мио. Это не башка, это просто какой-то фантастика просто, ну давайте достанем. В принципе, по весу, что касается веса, ну я не скажу, что легко, я как бы парень не слабый, но при этом не самый сильный, но блин, нормально. Ну все, друзья, прострочечка, каждая тютелечка, какая-то наклеечка. Это все, мать его, карбон, друзья мои, все карбон. Приножник, мать его, из войны миров. Почему именно эта модель, а не какие-то классические, многосекционные модели? Ну, опять-таки, по причине тех самых трубок, то есть это абсолютно быстрейший способ сбора, разбора устройства. Я думаю, где-то, ну спокойно, метр восемьдесят. Это максимальная длина штатива. Очень уверенно, и при этом вся эта штука, она очень легкая. Очень интересный такой нюанс, если вы давно пользуетесь техникой Манфрота, да, вы, наверное, знаете, что есть люди просто с лютой селищей, как вот моя Анна Борисовна. Она на всех моих пятисотых бошках Манфрота просто взяла и нахрен слезала вот эти резьбы. Ну, потому что она вот постоянно на закрытой голове пытается тянуть это. Естественно, резьбы слезались, все это пошло, короче, пошло в космос. Сейчас здесь они очень-очень заботливо положили, наверное, эта штука. Ну, если я ничего не путаю, эта штука, походу, призвана нам просто заменить родные вот эти вот фиговины. Да, это она и есть. Для чего? Правильно, для того, чтобы вам просто поставить, обеспечить новое крепление именно рукоятки направления с непосредственно башкой. Здесь, поскольку этот набор продается и раздельно, то есть отдельно ноги, отдельно башка. Ну, представьте, что если у вас есть, допустим, башка с 75-мм баулом, вы можете купить отдельно ноги. Поверьте мне, ноги этого стоят. И интересно, я сейчас всего распечатал, доставал, у меня сложилось полное ощущение, что ноги гораздо легче башки. Башка почти в два раза тяжелее, чем ноги. О, русский язык есть. Блин, итальянцы, бонжорно. Вас ждет незабываемый экскурс в туториал. Я думаю, к штативу за 100 тысяч рублей можно было книжечку поприличнее, наверное, сделать. Что тут мы разбираемся? Ага. Единственное, что мне непонятно, вы знаете, на каких-то взрослых киноштативах я всегда видел вот такую вот штуку. Это некий такой прибор с батарейкой. Я не понимаю, на черта он нужен. Тут есть какие-то заглушечки, еще какая-то штучка. И у нас здесь есть некая вот такая вот платка с лампочкой. ХЗ, лайт оф, что это? Включается какой-то свет. Что оно означает, друзья? Но интересно, что... Вот я его открыл. Да не надо читать инструкцию. Кто читает инструкцию? Свет, он, оф. Я-то думал, это какая-то фича, которая сама будет выравнивать штакив там или еще что-то. Ой, деревня, сказано, свадебщик, да, приобщается. К прекрасному. Здесь нарисована камера FX6. Пацаны. Башка называется MVH608AH. Ну, короче, просто называйте ее 608. Какая-то из этих букв название обозначает то, что это именно шаровая башка. То есть, это так называемый боул, да, который позволяет нам заниматься чем правильно. Выравниваем линии горизонта. Стандартная манфродская площадка с той лишь разницей, что она немножечко длиннее. Тут не 4х9, как визитка, да, а тут, наверное, 4х15. В общем, это не имеет никакого значения, если ты снимаешь на фотоаппарат, как и ваш покорный слуга. Единственный ее плюс, что, наверное, на эту же площадочку, в какую-то из этих дырочек, можно будет подкрутить рогаточку, которая будет держать твой длиннофокусный объектив. Ну, в принципе, на этом все преимущества длинной площадки для использования ее с фотоаппаратом и заканчиваться. Все. Замок. Причем, интересная такая штука, вы не сможете открыть головку, вы не сможете обронить камеру, ну, с той же разницей, что, наверное, она будет ездить, но она остановится, пока не нажмете вот тут вот определенную педаль. То есть, педаль, замок, открыли, закрыли, замок. Педаль. Все. Да? Как оно? Как оно вам, потомки? Ну, давайте я сейчас немного поделюсь с вами именно органами управления и то, чего этот штатив может. Субтитры сделал DimaTorzok. так первое это панорамирование то самое панорамирование и гладкость панорамирования у нас регулируется непосредственно вот такой вот прорезиненной очень приятной шайбой то есть отпускаем зажимаем и все это дело работает все это влияет на мягкость панорамирования но при этом нам нужно снять некий такой фиксатор открываем предохранитель башка начинает крутиться по умолчанию она крутится довольно податливо легко но стоит нам изменить допустим положение этой шайбы она крутится еще легче то есть там вплоть до того что ее можно просто крутануть вы наверно все видели да из ла-ла-ленда вот эту сцену где операторы просто крутят камеру то есть здесь все это все это можно воспроизводить при этом не боясь за то что у тебя все тут открутится и твоя дорогущая камера просто слетит с него нафиг второе поворачиваем это все в плюс и соответственно башка у нас начинает приобретать уже такой некий знаете появляется некая резиновая упругость инерция я не могу вам ее передать вот так потому что камера этого не передаст но вы вы прям чувствуете вот эту экспоненту поворота то есть она не срывается она начинает плавно она вот прям заходит вот в этот самый поворот вот в то самое панорамирование но я бы не называл это все панорамирование я бы называл бы это все треком то есть если нам нужно отследить персонажа до который мы которого мы снимаем для того чтобы показать нам некое помещение да именно только в этом случае вы можете заниматься панорамированием то здесь это все происходит настолько гладко плавно что вот просто ну вот я не могу итальянцы ну вы разбиваете мне сердце и соответственно если еще чуть сильнее затянуть это все я чувствую эту экспоненту я чувствую вот этот гаусс вхождения вот она стоит стоит ровно я ее начинаю продавливать и у меня появляется вот тот самый вот тот самый упор который нам нужен и для пара мир панорамирования вот то есть запомнили шайба у нас облегчает напрягает есть некий вот такой барашек который у нас фиксирует просто штатив в одном положении чтобы где-то там не толкнули едем дальше следующий инструмент да я называю это инструментом это как раз таки вот так называемый вверх-вниз и у этого штатива в отличие от каких-то дешевых собратьев да есть некая такая функция возврата то есть эта функция откока когда у тебя камера сама автоматически становится в то положение откуда мы и начали движение смотрите как здесь все работает есть некая вот такая вот большая толстая барашка вот браво манфрота за это потому что они действительно создали такую мужскую крутилку которая позволяет нам просто фиксировать сейчас башку в одном каком-то положении то есть вот все я ее зафиксировал больше хода здесь нет я ее освободил башка начала у нас подниматься вверх вниз и вот этой вот штукой мы с вами влияем именно за вот этот вот гаусс за вот эту экспоненту вхождение и выхождение из наклона или подъема соответственно отпускаем она становится резиновая то есть просто как будто бы пружина до напрягаем и она становится абсолютно плавная предсказуемая вот так вся эта штука у нас и работает ну и самая непонятная барашка да и вот один из тех аспектов которыми наверное гаде гордятся манфротовцы вот гордятся итальянцы это наличие в голове некого поршня это судя по всему что-то типа масляного амортизатора или воздушного амортизаторов который давит некий подшипник который у нас отвечает за работу за механику работы контр баланса это крутилка либо прижимает поршень тем самым создавая давление да тем самым придавая вот именно вот какую-то упругость и некую экспоненту вот в амплитуде движения либо она его просто отпускает и соответственно контр баланс работает немного иначе то есть эта штука предназначена уже для тонкой тонкой филигранной настройки башки именно под какие-то ваши нужды друзья так ну и вы наверно обратили внимание на вот такие вот площадки больше похоже как на какой-то фланец и я достал как бы magic arm это фирменный magic arm итальянский чуваки тут все без балды я не думаю что это штука быстро слижется либо умрет по крайней мере те бабки за которые которые за эти штуку просят они должны нам помогать в этом и устанавливаем наш magic arm для различных нужд для различных приспособлений то есть сюда можно повесить звук сюда можно повесить свет сюда можно повесить центр сюда можно повесить все где есть правильно резьба 1 4 плюс у него еще в комплекте идет вот такой вот крокодил это тоже фирменный итальянский крокодил с помощью этой штуковины его можно накрутить сюда да и что-нибудь держать либо вы просто снимаете этот magic arm и этот же magic arm вы можете закрепить на какой-то другой штатив для каких-то вспомогательных функций но я уже знаю для себя примерно я примерно примерно для себя понимаю функционал этой штуки здесь скорее всего будет сендер на различных мероприятиях мы иногда делаем прямые трансляции сендер зачастую некуда просто повесить либо есть некие нагромождение там монитор клетка там еще что-то сендеру не остается место это прекрасное место либо для сендера либо для накамерного монитора все логично в принципе да ну и чего мы сейчас попробуем с анной борисовиной покрутить этот штатив я буду изображать себя некого чувака который постоянно норовится рваться с места и она борисовна такой себе оператор единство что у него хорошо получается это блин наверное приседать со штаны вот этот получается у нее всю жизнь просто офигенно еще переживать за то что боже упаси в кадр попадет какая-то бабочка боженьки боженьки ну как бы как-то так чего к сожалению у меня сейчас на руках нет объектива длиннее 70 миллиметров давайте я попробую сейчас надеть сюда 2470 и вы посмотрите наверное на длинном конце как эта штука себя ведет непосредственно на длинном конце поехали 70 миллиметров сейчас а башка не настроена на 70 миллиметров это 2470 мастер глобист фильтр на нем 1 и 4 и я срываюсь места я начинаю идти если анны борисовны хватит мужества и скорости чтобы вот проследить за тем что я делаю вот она тем не менее это все запишет я постараюсь сейчас как какой-то мудак который постоянно норовит свалить из камеры то есть ты снимаешь какое-то дорогое национальное мероприятие и там есть некий тамада который постоянно хочет ходить поворачиваться к тебе жопой или маленький виталик вот этот вот маленький говнюк который все время ходит прячется за елочку опять-таки поворачиваться к тебе жопой то здесь штативчик у нас приходит как раз таки на выручку я пропал граба и быстро пошел и она борисовна меня пытается подловить посмотреть как это все дело выглядит здравствуйте она горит это слишком экстремально если здесь наденется 400 миллиметров или 600 миллиметров как как экстремально это будет вспомни наши опыты с панасоником и 200 миллиметровым объективом когда мы пытались сделать трансляцию на 24 метровый экран говорящий головы я не мог просто отдыхнуть рядом с этим штативом я просто стоял на бетонном полу и штатив дышал он просто дышал потому что я просто стою на бетонном полу здесь рядом я понимаю набрится на сильно легче чем я но как бы тем не менее я думаю что вот с этим манфрота таких вещей не приключится я прекрасно отдаю себе отчет что это не профессиональный как бы кино штатив это про абсолютно профессиональное устройство но это не профессиональный кино штатив понимание вот этих вот наших всех великих киноделов но как бы тем не менее эта штука я думаю свои деньги которые за нее просят немалые деньги но поверьте чуваки она того стоит я еще раз напомню это самая прекрасная вещь которая у меня была последние полгода ну кроме а 7s 3 я думаю эта вещь отработает каждый свой пенс евроцент бирсон берманат рубль кувейтский доллар это блин самое красивое что со мной было в 2021 году я повторюсь кроме а 7s 3 но блин это прекрасная штука это прекрасный прекраснейший образец инженерного искусства итальянцев я думаю люди которые делают ferrari lamborghini не могут ошибаться нет могут в общем пока ставьте лайки с вами был таран за камерой сегодня у нас анна борисовна самый плохой оператор в краснодаре подписывайтесь до свидания все ссылки в описании а Субтитры создавал DimaTorzok